В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятных, жил в своем поместье Нинарадове Добрый Гаврил Гаврилович Эрру. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бастон с его женой Прасковьей Петровной. А некоторые, для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марья Гавриловна, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестой и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и следственно была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек был равным страстью и что родители его любезные, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они лились друг другу вечной любви, сетывали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. «Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее?» Разумеется, эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марии Гавриловой. Наступила зима и прекратила их свидание. Но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом песне умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, проситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно «Дети, придите в наше объятие!» Мария Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец, она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо. За садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять мёрст от Нинарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж и Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Мария Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала бельё и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне и её подруге, другое – своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок непреодолимую силу страсти и оканчивала тем, что блаженнейшую минутой жизни почтёт она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дорожайших её родителей. Запечатав обопись в матульской печатку, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала. Но и тут ужасные мечтания поминутно её пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец её останавливал, смучительной быстротой утащил её по снегу и бросал в тёмное бездонное подземелье. И она летела, стремглав, с неяснимым замиранием сердца. То видела она Владимира, лежащего на траве бледного, окровавленного. Он, умирая, молил её пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться. Другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головной болью. Отец и мать её заметили беспокойство, их нежная заботливость и беспрестанные вопросы. «Что с тобой, Маша? Не больна ли ты, Маша?» Раздирали её сердце. Она старалась их успокоить, казаться весёлой. И не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла её сердце. Она была чуть жива. Она втайне прощалась со всеми особыми, со всеми предметами её окружавшими. Подали ужинать. Сердце её сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они её поцеловали и по обыкновению благословили. Она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресло и занялась слезами. Девушка уговаривала её успокоиться и ободриться. Всё было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь. На дворе была метель. Ветер был. Ставни тряслись и стучали. Всё казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме всё утихло и заснуло. Маша укуталась шарью, надела тёплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Ветель не утихала. Ветер дул навстречу, как будто силища остановить молодую преступницу. Они на силу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте. Кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и её девушке усесться и уложить узлы и шкатулку. Взял вози и лошади полетели. Поручив барышню по печенью судьбы и искусству терешки Кучера, обратимся к молодому нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника, на силу с ним уговорился. Потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, кому явился он, отставной сорокалетний Корнет Дравин, согласился с охотой. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимир остаться у него отобедать и умерил его, что за другими двумя свидетелями дела не станет. А в самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитана-исправника мальчика лет 16, недавно поступивший в Уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного терешку в Нинарадово со своей тройкой и с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь. И один, без кучера, отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марью Риллана. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло. Окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которой летели белые хлопья снегу. Небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и поминутно то взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса. Он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут. Рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала. Небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать. А с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал думать, припоминать, соображать и уверился, что должно было взять ему вправо. Поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Он ехал, а поле не было конца. Все сугробы да овраги. Поминутно сани опрокидывались. Поминутно он их подымал. Время шло, Владимир начал сильно беспокоиться. Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу! Подумал он. Теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом. Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать, дорога была гладкая, лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. Но он ехал, ехал, а жадрино было не видать. Рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади. Бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать, и через четверть часа пошло шагом. Несмотря на все усилия несчастного Владимира, мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу. Жадрино было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его. Он поехал на удачу. Погода утихла. Тучи расходились. Перед ним лежала равнина, устланная белым, волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. Что тебе надо? Далеко не до жадрино. А жадрино-то? Далеко ли? Да, далеко ли. Недалече верст десяток будет. В всем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим. Как человек, приговоренный к смерти. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok